Здравствуйте, дорогие друзья! Я, Фролов Юрий Андреевич, рад вас приветствовать на своем канале в YouTube, блоге и других своих сайтах. И сейчас речь пойдет о долгожителях. Продолжение моей рубрики. Это уже не просто рубрика, это, видимо, в ней будет несколько подразделов, потому как это аналитика, причина следственных связей, почему люди жили дольше, жили ли они дольше, ведь мы знаем только из каких-то там поговорок, сказок и каких-то историй из уст-уста пересказанных. На самом деле нужны подтверждения, факты. Вот я их как раз и хочу вам показать, тем более, что есть на то и архивные кинохроники старые, и аналитика, советская статистика очень четкая, жесткая. Это все есть. Также я хочу не просто это вам рассказать, а донести, как я это делаю, последнее время делал. Вот, например, на данном фильме, я сейчас его вам покажу. Помните, недавно вышел у меня такой фильм «Долгожитель Абхазии». Я взял за основу фильм документальный, кинохронику советскую, 48-го года. И не только там было из двух разных фильмов. И проанализировал то, что вы увидели с точки зрения многих факторов, которые я мог учесть, которые приводят к увеличению либо уменьшению продолжительности жизни. Сейчас мы продолжим эту рубрику. Скоро совсем вы услышите продолжение данного фильма. Хотя, скажу честно, сегодня хотел я рассказать в данном фильме уже, во второй части этой подрубрики, о долгожителях Чечни и Ингушетии. Но это в следующий раз. Кстати, сегодня посмотрите обязательно до конца. Будет очень интересный, я бы сказал, такой заманчивый анонс. Потому что уж правда есть на что, поверьте мне, посмотреть. И ждите этот разбор фильма о долгожителях Чечни и Ингушетии в следующей серии. Давайте сейчас я немного покажу вам ваши отзывы, и я за них вам благодарен, дорогие друзья. Вот как пишут нормальные люди. Сейчас я объясню, к чему я это сейчас вам говорю. Вот, спасибо за интересный обзор, за такую находку. Спасибо, теперь я подумаю, какую жизнь я хочу, и что для этого сделать. А что не делать, да, чего нет. Вот это очень ценное, кстати, одно из самых, я считаю, потому что, ну, это мужество надо найти в себе, сказать, тем более кому-то сказать, что действительно мне надо пересмотреть. Пересмотреть я хочу, я понимаю, как я живу, то есть вот это. Но это главное, что я хочу как раз вот донести, чтобы люди задумались, а как мы действительно живем сейчас. И жили ли так наши предки, и как они жили. Вот давайте об этом вместе будем смотреть, думать, анализировать, делиться своими мнениями. Вот как раз еще я, пожалуйста, впечатлен особенность сравнить их с современными доходными и долгодоживателями. Вот это вот очень ценная мысль. Ведь действительно, сейчас в основном посмотреть на тех, кто доживает 90, 100, я уж говорю о том, что редко кто 100, но тем не менее, как живут эти, в основном это очень уже больные люди, тяжело больные, которые действительно доживают. Вот тут этот термин уместно, жаль его произносить, но это факт. Но это совершенно не значит, что нельзя жить здорово долгие не просто 100 лет, а и 120, и 150. И вы своими глазами, что самое главное, те, кто является Фомой неверующим, увидят это. И тому подтверждение, тому уже нельзя будет, как бы так сказать, дешево себя обмануть и других, что мол, ну тогда ничего, не важно, я ем, пью, все что подряд. Приходится все равно, так сказать, лучше прожить мало, но, кстати, об этом мы сейчас поговорим. Ну и вот другие ваши комментарии, их очень много, я благодарю. Конечно, я понял, что рубрика интересна, что вы хотите, чтобы я ее продолжил, так и сделаем. А теперь давайте посмотрим, что меня побудило вот этот первый фильм, который я только что вам вот, собственно, показал, который вы, наверное, я надеюсь, смотрели, а кто нет, обязательно посмотрите. Что побудило меня взяться за его создание, за вот эти комментарии к ним. А вот что. Когда-то именно к одному очередному фильму, показанному на РЕН-ТВ, где перечеркивался нормальный здоровый образ жизни по сути своей, питание, питание живое, растительное, веганское вообще, вегетарианское, где глумились очередные умники, диетологи, врачи и просто журналисты, журналюги, их таких журналистов назовем, и прочие, совершенно не относящиеся к, ну вообще, к теме данной с каким-то хоть пониманием, а только с чувством какой-то глубокой брезгливости, ненависти и так далее, персонажи разные твердили о том, что сыроедение, вегетарианство вредно, что надо есть мясо и прочее. Я как-то, знаете, подбирая материалы, ну чтобы помимо своих слов что-то еще показать, сказать, взял и решил показать вот этот сюжет. Я когда-нибудь это сделаю, анализ вот той мерзости, что по РЕН-ТВ показали, и пока лишь этот сюжет вам поясню, для чего я его взял, вот смотрите внимательно, называется «Свидетель трех веков». Вот этот вот Магомед Лобазанов, он прожил 123 года, ну, казалось бы, и много, и немного, но делов, ну, немало, конечно уж. Опубликован этот был ролик на нескольких сайтах, в том числе вот «Алкоголь Стоп Жданов» говорит, есть такой канал Владимира Георгиевича Жданова, да? И вот тут канал, ну, всего четыре комментария, однако очень важный один из них, и вот посмотрев его, знаете, он меня как задел, что я решил снять вот тот первый из данной рубрики фильм. Давайте посмотрим этот комментарий. Сегодня я на эту страничку еще раз зашел, и он мне даже ответил. Вот этот товарищ некий, который почему-то с собой многие не любят подписываться, не пойми, что назвали, ну, да ладно. А смысл, он пишет, жить 121 год, ну, там, 123, ладно, во всем себе отказывая? Не продолжительность важна, а качество жизни. И, кстати, я с этим согласен, но, правда, я бы добавил продолжительность с хорошим, высоким качеством жизни, это еще лучше. Почему же это надо исключать? Это не взаимоисключающее понятие, о чем свидетельствуют другие иные истории. Так вот, он пишет, ну, хорошо, я с этим согласен. А дальше что он пишет? Можно бы он вообще заморозиться и тысячу лет в анабиозе пробыть? Ну, во-первых, это бред, это может быть, так сказать, так чисто гипотетически, но понятно, что это идиотизм. Нет, нельзя. Было бы можно, так смысл заморозиться, ты же в этот момент не живешь. Ну, если ты летишь на межгалактическом корабле куда-то там, и сотни световых лет тебе надо лететь, то, конечно, имеет смысл, в другом случае нет. Или вот как верят, что болезни научатся лечить, разморозить, хотя там и вроде тебя оживят и победят твою болезнь. Ну, это ладно, это тоже глупость, но это отдельная тема. Ну, что он дальше пишет? Уж лучше бухать и курить и кутить лет до 70-80, чем отказываться во всем и жить, типа, до 123. Ну, во-первых, если ты будешь пить, курить, кутить, то хрена с два ты проживешь сейчас, дядя, в 70-80 лет. Ну, это могли прожить и жили некоторые из тех, у кого была еще крепкая генетика, другие экологические условия, иные продукты и сотни иных факторов, тогда в те 50-е, 40-е, 60-е годы, кто родился в 10-е, 20-е, даже 50-е, еще могли. Но кто уже сейчас, а я думаю, это достаточно молодой, судя по глупости, которую он написал человек, то не проживешь ты, товарищ, дорогой, и 50-е, если ты будешь так, курить, пить, дай бог 40. Если чуть тебе больше возраст, то и осталось жить считанные годы, если будешь пить, курить, кутить. И потом, в чем это смысл? Это что, нормальная жизнь? Я, понимаете, с одной стороны, да, многие напишут, с такими не надо связываться, ты идиоты, тролли, быдло, конечно. Но, понимаете, в чем дело? Ведь они создают некий не то что настрой, как бы расслабляют тех людей, которые еще на перепутье, которые могут сказать, а, действительно, пошло все и так далее, и полетят в пропасть. Я вот не могу, да потом меня, вот это, знаете, несправедливость, у меня же такое обостренное чувство справедливости, и вот это вот глумление над разумом человеческим меня бесит. Что значит уж лучше? Это нельзя сопоставлять. Не будет 70-80. И что значит жить как скотина? Ну, я ему написал так. Это так вам проще свои вредные привычки питания оправдать, чтобы успокоиться и жить как хочется? Непродуктивно. Неужто непонятно, что плохо себя чувствовать? Он начал не в 80 лет, вот этот человек, а в 115 где-то. А он действительно себя сейчас чувствует, ну, чувствовал на тот момент видеозаписи, я вам кусочек сейчас покажу, не очень хорошо. Ну, потому что, да, это вот тот самый, как говорится, переходный, но, скажем, такой, знаете, я бы сказал в народе период вот тех годов, когда он родился, и какие годы он застал уже немножко иной жизни, что его и привело этого человека. Определённые трудности, сложности и питание определённое, неправильное. К тому, что он хоть и прожил 123, но действительно последние годы жизни этот человек жил, ну, не очень качественно, скажем так. Что и позволило почему-то, непонятно почему, неразумному человеку такое написать. Ну, на что он мне ответил? Настоящие мужики курят, пьют водку, дерутся и трахаются, поэтому нужно жить по-настоящему. Значит, я не буду, я бы ответил устно сейчас, наверное, по-другому и грубо, и сильно, так сказать, но не буду. Я вот написал, вот кто хочет, может прочесть. Уж не знаю, что он напишет, кстати, вы туда, я советую, дорогие друзья, придите, может быть, тоже что-нибудь напишите. Ну, попробовать выразумить, да, наверное, бесполезно, но бывает всё, я с этим сталкивался. Бывает, что люди всё-таки под, знаете, такой мощью чётких точных фактов, логики, всё-таки здравый смысл у некоторых из них берёт верх. Может быть, и в данном случае это произойдёт. Ну и так вы прочтёте, поставите на паузу. Итак, давайте посмотрим фильм, я поясню, а дальше вернёмся к тому фильму 48-го года. Я вам покажу новых интересных долгожителей. Мы проанализируем ещё раз с вами, во-первых, их жизнь. Во-вторых, я расскажу вам несколько, дам как бы ссылок, название книг, исследований. Очень интересные вещи расскажу ещё о долгожителях Абхазии, например, о танцевальном коллективе, где были сверхдолгожители. Я вам покажу некоторые даже кадры оттуда и сделаю очень интересный анонс будущих вот этих вот моих видео о долгожителях. Итак, давайте посмотрим про Магомеда Лобазанова, что про него сняло телевидение, в данном случае пятый канал. Но важны именно слова и применимо к нашей теме, к теме, например, ещё и вегетарианства, веганства. Давайте послушать. В тяжёлое время они заменили ему мясо, а потом он от него и вовсе отказался. Речь идёт о, опять-таки, кукурузных лепёшках. Так вот, после войны он отказался от мяса, и более 70, сколько уже там лет прошло, никакого мяса он не потреблял, то есть он вегетарианец. Да, конечно, движения его не так уже сильны и точны, и, конечно, он с палочкой ходит, сгорбившись. Всё время Магомед работал физически. В депортации лес валил, по возвращению в колхозе землю пахал. В последние несколько лет просто у себя в огороде трудился. Несмотря на всю свою уникальность, ни Магомед Лобазонов, ни его семья никогда не обращались в книгу рекордов Гиннеса. Говорят, и так все уже знают о его долголетии, секрет которого – правильное питание и никаких сигарет и алкоголя. Ну, естественно, что бесят тех, кто пьет, курит, знает, что это, конечно, плохо, хотя и будут выпендриваться на публику. Понимают подсознательно, что это плохо, низко, конечно, понимают, что это вредно. Конечно, поэтому и пишут именно таким образом. Лучше, так сказать, вот пить-кутить, так ведь это же не жизнь. Это быдло так только живёт. Человек так не живёт. Человек должен что-то творить, создавать, строить. Но ведь созидание и алкоголь, курение – это противоположные понятия. Ведь это разрушение, это деградация. Для любого разумного человека это, безусловно, понятно. Ну, и тем не менее, вот человек жил, прожил достойную жизнь, но нет, чтобы порадоваться и понять, по крайней мере, не глумиться над тем, что, мол, вот, ну да, прожил, это факт вроде бы. Ну, хорошо, себе типа во всём, да он не отказывал. Он жил нормально, как ему хотелось. Ему нравилась и эта пища. Ему нравилось, что он нормальный трезвый человек. Что он живёт, созидает, что и уважают в округе и так далее. И своим примером показывает положительный пример для воспитания детей, внуков, праправнуков. А какой пример показывают те, которые бухают, курят, развратничают и так далее. Это же не человек. Это уже опустившееся ниже животного уровня существо, потому что у животных нельзя, говорит, как скотина, потому что, извините меня, там всё закономерно и понятно, и всё логично. Почему, зачем, это продолжение рода, прочее. И, там, не более того, но в той извращённой, глумливой форме, в которой пишут вот такие люди, это унижение человеческого достоинства. Это растаптывание высокого понятия и звания человека. Ну что ж, теперь давайте мы с вами переключимся, собственно, на тот фильм, на который вот это был в прошлый раз. А теперь мы с вами продолжим. И вот этот уникальный фильм, 48-го года, научный, я включу, далее буду ставить паузу и, собственно, комментарии свои давать. Итак, начнём. Сейчас вы увидите отдел статистики. В Советском Союзе, особенно при Сталине, была очень точная, выверенная, абсолютная статистика всего. Кстати, у нас в стране она была лучшей в мире, это факт. И вот отдел медико-санитарной статистики. Отдел медицинской и санитарной статистики Министерства здравоохранения СССР. Сюда поступают сведения о старейших гражданах нашей страны. В Советском Союзе насчитывается около 29 тысяч стариков в возрасте 100 и более лет. Несколько десятков из них живут в Москве. Старый москвич Матвей Петрович Слизовский, ему 111 лет. Бывшая ткачиха Евдокия Ивановна Дёмина, 103 лет. Ровно 100 лет исполнилась Евдокии Васильевны Колобковой. Матрёне Степане Мальцевой, 112 лет. Она родилась в 1836 году. Это серьёзно. Кстати, дорогие друзья, коль уж про это речь зашла. Вот вы понимаете, о чём тут ещё важно сказать? Тоже для аналитики. Вот до, скажем, 50-х годов, до начала 50-х, у нас в Советском Союзе вот эти фильмы показывались. Они писали в газетах, в специальных приложениях. Я вам даже скажу, назову некоторые из них. Но так вот, как бы народ понимал прекрасно. Понимали и простые люди, и академики, и Павлов, который говорил, что смерть до 150 лет, я считаю, насильственной. Который, кстати, тоже, в отличие от того, бедляшки. Он, естественно, не употреблял алкоголь, был принципиальным трезвенником. И очень хорошо ответил одним мерзавцам, которые попытались дать ему любые блага, чтобы он хоть как-то обосновал, как выдающийся учёный, а это было бы очень важно для продвижения этого наркотика, я имею в виду алкоголя, обосновал пользу хоть какую-то. И он сказал, что честный учёный никогда не станет делать то, что противоречит правде и его совести. Ну, так вот, вот это и есть настоящий мужик, это ответ тому идиоту. Ну, хорошо. Так вот, ну, я вам скажу такую вещь, просто из последнего, что называется. Так вот, статистика, это есть и была, книги есть и были, научные исследования есть, но, видимо, а по-другому я проанализировав не могу просто сказать, что есть другая причина, что где-то годов так с 60-х, когда нам насадили вот эти пошлые анекдоты, что, мол, а это кто там, а это вот дедушка там пьёт, курит там и так далее. Всё для того было сделано, когда создали эту теорию сбалансированного, вернее, извините, культурно умеренного питья в 60-х годах и бросили её, так сказать, широчайшее вот это применение, ездили лекторы, объясняли, что с чем пить. Это всё было сделано врагами нашего народа, чтобы уничтожить его. Ну и, конечно, тут нужно было исказить факты, показать, что пьют вино, преподнести редчайшие случаи употребления вина, например, в Абхазии, действительно, и сразу вам тут скажу, а как быть с долгожителями, например, Чечни, Ингушетии, где 200 лет последних они в мусульманстве. Ну, я надеюсь, вы понимаете, что там этого не было, я не про сейчас, не время говорю, а про те годы 40-е, то есть, соответственно, отчитаем ещё 100-150 лет до того, кто родился. Так вот, ну и, кстати, безусловно, те, кто употребляют алкоголь и даже в иных идеальных условиях проживают 110-120 лет, если бы они не пили, поскольку алкоголь это протополазматический яд, наркотик, универсальный жирорастворитель, который повреждает клетки, туда проникают яды, токсины, которые в том числе влияют на генетику и так далее, вышибая его во втором, в третьем поколении, этих бы людей просто не было бы. Нет ни в одном народе пьянства, как традиции, потребления алкоголя. Но если есть и отдельные случаи потребления, то этот человек просто крадёт у себя годы и десятилетия жизни. Именно поэтому я вам сегодня маленький анонс покажу, но тем не менее скажу наперёд, что были долгожители, которые, например, среди тех, кто, естественно, никогда в жизни не потреблял ни капли алкоголя, которые жили гораздо больше Мансура Киута, которого здесь показан самый старый в Абхазии долгожитель на тот момент. Потому как были, которые проживали и за 150, и за 160 лет. Но об этом мы поговорим в других наших передачах, но я хочу сказать главное здесь, что всему есть причина и следствие. Всегда и всему. И не надо вот так, знаете как, глумиться над здравым смыслом человеческим. Наркотик есть наркотик. Алкоголь, нормальный человек, никогда не будет оправдывать, потому что именно благодаря этой поганой жиже, спиртосодержащей, происходит убийство, предательство, разврат, растление. Происходит всё то, что мы видим на примере и нашего русского народа, на любых других примерах народа, который впал в эту мерзость. Мы видим, как деградирует сознание, когда люди могут в полной, вроде бы, будучи в здравом уме, так сказать, написать вот такое, что было, я зачёл вам ранее, так сказать, как нормальный. Это есть деградация. Деградация вызвана потреблением наркотика. Глумится ли, хочет ли человек хорохориться, нет, неважно. Он всё равно скатывается на низшую ступень развития человека, как личности, когда он допускает в свою жизнь это. И никогда потребление алкоголя не может привести ни к чему хорошему, а только к разрушению, как отдельно взятого человека, так и нации в целом. Если народ не понял, что такое алкоголь, как генное оружие, то нация такая обречена на враждение. Это знали враги нашего народа. Безусловно, та директива Лена Далеса 20-1, она шла именно по этому пути. То есть, именно через алкоголь, табак и другие наркотики взялись за разрушение нравственности, морали, сплочённости народа, ну и государства в целом. И заместили на иные ценности, которые мы только спустя 20 лет, многие из нас, я имею в виду, стали понимать, что это куда нас, как нас обманули, или как мы позволили себя, правильно сказать, как мы себя позволили обмануть. Ну так вот, для этого уроки истории и есть, для этого есть аналитика. Если бы мы все умели анализировать, понимать, что к чему, то тогда, и детей бы своих правильно учили этому, то тогда мы не докатились бы до того, к чему пришли сейчас. И тем более в плане долголетия, здравия, понимания смысла жизни и так далее. Но об этом мы чуть дальше всё как раз и будем говорить. Так вот, говоря о москвичах, статистика ведь тоже. Вот даже центр геронтологии. Вот вопрос, почему там нет того человека, о котором сейчас скажу, почему нет многих других? Почему с где-то 60-х, 70-х годов стали глумиться, ну вот на тему сначала перевели, люди-то знали, что были, 150 лет жили здоровые, всё, так сказать, ведут здоровый образ жизни. Нет, надо было дать людям такую, как бы, так сказать, ложь, что, мол, можно жить, вон, и пить, и курить, и жить 150 лет, ну, условно. И вот всячески пошли в народ, а кто их вбрасывает? Их сбрасывают те, кто придумывает для определённой цели. Вот эти пошлые анекдоты, которые уводили людей в сторону, якобы посмеясь, проблему вроде бы и не замечаешь, и нет проблемы. А это страшно? А значит, ты уже пошёл по накланной пути вниз, так сказать, в деградацию, и ты уже не проживёшь, а твой ребёнок, а его ребёнок, то есть твой внук, уже точно не проживёт, ещё меньше. И вот так генетика и вырождается. И это чёткая работа. А в 70-е годы мы уже забыли про тех 150-летних. Мы слышали, где-то знали, что вот 105, 106, что-нибудь такое. И то еле-еле доживают, вот о чём как раз этот товарищ говорит, что же, если возраст, значит всё больной человек, так лучше умереть молодым. Вот что нам дали. А если ребёнок не общается, маленький, ну, родители, как правило, заняты, дедушки бывают тоже, а прадедушки, прадедушки, вот откуда мудрость-то берётся. Вот когда в семье жили, а это на селе, в одном, как говорится, доме, или разных, но в одной деревне, или рядом, и общались, и вот эта та ценная связь, вот эта путеводная нить, которая с поколениями, с родом связывала молодого маленького там мальчика, девочку, которая росла. Потому что те бабушки и дедушки, которые жили по 120-150 лет, а их было много и везде были, я в своих... Вообще посмотрите, не ленитесь, мои все лекции о долголетии в моём разделе в блоге про долголетие. Потому что там я провожу не только вот про жителей, там, народы кавказские, но и про русский народ. Кстати, вот давайте ещё раз приведу вам пример. Баранов, такой купец из старобрядцев, вот последний из рода, умер в прошлом году в возрасте 119 полных лет, на 120-м году жизни в Москве, он прожил всю жизнь в Москве. Я о нём рассказывал в каком-то из своих видео. Где его, почему нет, почему не знают, по телевизору показывать надо, ну, не хотят показывать. Ладно. Так вот, пожалуй, продолжим. Сейчас будет очень интересная информация про жителей Белоруссии. Когда-то даже по телевизору промелькнуло про бабушек двух, ещё жили они в зоне чернобыльского поражения, одна из них 125 лет вот была, умерла. Её младшая сестра, немного ей было меньше, жива была на тот момент, это лет 10-8 назад было. Ну, давайте послушаем дальше и будем дальше думать. Более 600 столетних стариков живёт в Белоруссии. Старейшей жительнице Белоруссии Марья Николаевна Кузьмич 135 лет. Вот вы думаете, 135 лет. Вот она, Кузьмич Марья Николаевна. Значит, ну что, тут можно сказать, это серьёзный возраст. Кстати, есть документальные хроники, когда 100 лет Бородину отмечали, к Николаю Второму с семьёй привели, привезли тех, кто участвовал в Бородинском сражении, то есть воевали 100 лет назад. Родились многие из них при Екатерине Второй. И хроника запечатлела людей, которые родились аж в 18 веке. Это есть, какой образ жизни они вели, это известно. Я буду обязательно об этом рассказывать в следующих своих передачах. Много стариков в возрасте свыше 100 лет живёт в Абхазии. Ну вот это... Среди них самый старый гражданин Советского Союза, колхозник Мамсир Киу. Об этом как раз начинался фильм, я показывал прошлый. Не будем сейчас смотреть всё, а лишь только то, что показать нужно. Давайте включим, потому что то, что вы не видели, это важно. И кое-что я ещё об этом скажу. На этой карте отмечены горные селения, в которых живут старейшие люди. Черноморское побережье, Абхазия. Сегодня мы побываем с вами на побережье Грузии, в солнечной Абхазии. И познакомимся с Мамсиром Киутом и его сверстниками. Ну, я немножко пропущу вперёд. Это вот показана Абхазия. Конечно, красивая тогда была. Прекрасная, чистая. Новая, можно сказать. Институт курортологии. Здесь изучаются свойства местного климата и природных лечебных ресурсов, их влияние на жизнь и здоровье человека. Здесь ведётся работа по обследованию местных стариков в возрасте ста и более лет. Вот была ли проведена аналитика вообще? Была. Сейчас я вам кое-что тоже об этом расскажу. То есть, не только мной. Но, к сожалению, эта аналитика где-то годов так с конца 50-х ушла в сторону. И вообще, к сожалению, анализировали всё, кроме, пожалуй, самого главного. Ну, не самого. Одного из самого главного. Это нюансы питания. Это мало на самом деле, как бы это ни странно казалось, анализировали. Я потом поясню. Вы поймёте, что я имею в виду. И воду не анализировали уникальные физико-химические свойства воды. Потому что только потом стало ясно науке, что вода внутри нашего организма, то есть, каждой клетки нашего организма, имеет определённые физико-химические свойства. Но почему-то они не совпадают с тем, какую воду мы пьём из-под крана, из бутылок, из скважин. И вот если мы пьём воду не ту, вода всё равно перестроится. Ну, это, естественно, в ту, которую мы видим при измерениях, при изучении. То есть, доклеточной воды. Да, ну, что она по какой-то нам неведомой программе. То есть, ну, она, тем не менее, мы видим факты. Так вот, именно те места, где есть долгожители, сверхдолгожители, и массовые долгожители, именно важно, есть именно те свойства воды, которые они пьют. Они пьют из определённых источников. Это вот мы увидим и в дальнейших фильмах, и во всех. Вот эти горные особые источники, но это не значит, что любые. Потому что источников-то сотни тысяч, но только в некоторых, так сказать, люди. Так вот, это надо как раз учитывать. И проанализировав это, поскольку я всю жизнь занимаюсь ещё водой, я обратил внимание на определённые чёткие, стопроцентные, абсолютно стопроцентные закономерности, которые приводят и дают дополнительные 20-30 лет жизни как минимум человеку. Как минимум. Например, ведь есть места и во Владимирской области, одно место, которым ни одна женщина, которая, кстати, моя знакомая спонсировала в своё время, фильм про воду, вот на «Россия-1», по-моему, или на Первом канале, показывали о воде фильма. Она была и депутатом Госдумы. Она рассказывала про одно место, где даже люди, ведущие, так сказать, ну совсем вот такой образ жизни, живут всё-таки дольше, чем все товарищи по безобразию иные. Я знаю такое место, например, на истоке Волги, где рядом озеро Стерж, первое из системы Верхневоложских озёр, где я строил изначально своё хозяйство. Ну и, собственно говоря, там все местные мне рассказывали о тех людях, которые действительно живут примерно на 20 в среднем лет дольше, ну нежели среднее, статистическое, а ведут тот же образ жизни. Ну когда вели иной образ жизни наши предки, и вот там была бабушка такая, Виноградова, у которой, собственно, мы, ну правда уже через посредников купили участок, а прожила она 113 лет. И, естественно, те умники, её внуки-правнуки, которые вот бухают, как он там пишет, кутят и так далее, ну 40-50, ну может быть там 60, может быть проживут, просуществуют. Это ладно. Итак, ведь для чего вообще нужна долгая жизнь? То есть не для самоцели просто вот рекорд поставить, а для того, чтобы за этот промежуток времени, ведь всё-таки мы пока растём, там 15 лет считаете, потом взрослеем, уму-разуму набираемся, и только по большому счётку редкий человек, ну, грубо говоря, с 18-20, обычно с 25-ти и старше, начинает действительно жить осознанно, по большому счёту, и уже имеет некий опыт, багаж знаний, так сказать. И вот тогда с этого момента начинается отчёт. И что же человек успевает сделать до 50-60? Ну, даже будучи Ломоносовым, да, конечно, многого можно сделать. Ну, представьте Ломоносов, который там умер-то, это сказать, в каком он, 60-м, по-моему, в шестом, там буквально прожил-то 54 года. Это так мало, а сколько бы он сделал, если бы ещё 10 лет? А если 50 лет? Ну, вот для этого и нужна жизнь, чтобы люди, которые созидают, что-то создают, могли оставить после себя какую-то пользу, обществу, не только семье, но и обществу, народу в целом, развить себя лично, духовно, нравственно, так сказать. И это уже отдельная тема, тем не менее, для этого. Ну, давайте послушаем и дальше перейдём. А ведь это статистика велась. Толия проводит очередное обследование. Берулава, возраст 102 года. Ну, небольшой возраст. Ну, и выглядит неплохо очень на 102 года-то. Берулава сохранил трудоспособность и до сих пор работает в колхозе. Ну, в колхозе, естественно, понятно. Все работали, и, кстати, все долгожители, да, вот настоящие супер-долгожители тем более, работали всегда до последнего дня. Ленивые тунеядцы не живут долго. Что касается интересных ещё людей, вот давайте, например, я вам поставлю особых интересных людей. Вот, например, вот этого. Мингрелец Задзамия Коция. Ему минуло 116 лет. 116 лет. Я бы сказал... Смотрите, как уверены его движения. Да, эти же самые слова. Как сильны его руки. Как сильны руки. Не утомил его дружинка. Посмотрите, как. Это же... И вот, кстати, все долгожители, кого я анализировал, кого я знаю и знал, и по моему заданию собирались материалы, безусловно, все говорят одно и то же. Труд на своей земле. Ну, речь идёт про супердолгожителей. Всегда на своей земле. С утра до вечера. Причём и это не как наказание, как там молодёжь в 60-х, а точнее уже там 70-х годах стала воспринимать, растлённое кинематографом. Ещё тем. Не то, что нынешним, а даже тем. И вот, тем не менее, да, уже на село ехать не хотели, в городах. Понятно. Не будем сейчас говорить, что было хорошо, что плохо. Речь идёт про родную землю. О чём тут можно? Какие доводы найти в оправдании того, что эти бы люди не уехали? Вот я вам что хочу сказать. Ни за какие ковришки, ни за какие блага не уехали бы. И, кстати, были случаи. Вот в Сверской области, по-моему, да, Нелевенском районе, нашли в одной деревне, вот мне рассказывали, ему 105 или 107 было. Он один остался, жил. Про него уже забыли, и службы, и всё туда там, и транспорт не ходил давно. Жил дедушка. Ну, вот забрали его, нашли в, так сказать, в город. Ну, и умер он сразу практически. Так и Хусейн про то же, вот профессор рассказывал, дядя его 120 лет прожил. Ну, из Бербера там он. Забрали его в город, и умер он буквально. Три месяца прошло. Да, меняются условия. Очень важен ритм. Очень важны стабильные условия. И вот в этом тоже, дополнительно, так сказать, это плюс, залог долгой жизни. Скоро я вам про это расскажу, а в конце сделаю некий такой подыток. И тем не менее, вот посмотрите, да, что характерно. Ведь они не выглядят на свой возраст. И, безусловно, на то много факторов. Очень много. Их мы как раз суммируем сегодня. Вот качество жизни. А то, что говорил тот... Обследование стариков Абхазии дает ценный материал по изучению возрастных изменений в организме и тех условиях, которые обеспечивают активную, бодрую старость. Ну, вот этого долгожителя мы видели с вами в прошлой серии. Я хочу сейчас сделать такую маленькую паузу. И для чего я хочу это сделать? Ну, во-первых, вот что я... это важно, нужно сказать. Во-первых, конечно, особый интерес всегда исследователей вызывал именно долгожителей Абхазии. Причем, не только у наших отечественных, но и у японских, американских, ученых из Канады. И вот, например, была в свое время очень известная книга, побывавшей в свое время в Абхазии американки Полы Гарп. Называлась эта книга, так и называлась «Долгожители». О чем она там рассказывает? О судьбах людей, о условиях жизни, быта, труда, культуры. В нашей стране. Значит, это, конечно, особенно. Вот, дело в том, что особенный интерес вызывает созданный в 1948 году при Доме народного творчества в Абхазии этнографический ансамбль долгожителей. А знаете, 130 лет. 130 лет. Не на смертном одре, так сказать, и вот как еле сгибаюсь, а вы понимаете, танцы. Я покажу вам потом в следующих сериях очень много интересных фильмов на эту тему. Но сейчас я вам покажу маленький отрывочек. покажу с орденами георгиевскими стариков. Ну, в общем, по 120 и 130 лет. Ну, в общем, вы поняли. Хорошо. Так вот, значит, мы с вами сейчас еще посмотрим интересные видео. Услышите вы о участнике и увидите его своими глазами русско-турецкой войны 1875 года. Его соседа, кому он завидует, ну, это в шутку, конечно, завидует, это диктор так говорит. И тоже понятно, почему вы это увидите. Потому что на высоте 15 метров на дереве переплетенные лозы виноградные он снимает виноград. Ему 107 лет. Вот ему он завидует, этот 120-летний участник русско-турецкой войны. Кстати, его жене 102 года и она, так сказать, жива не только здорово, а увидите, как она выглядит. Вот, теперь смотрите, что еще важно сказать, я же обещал, что я сошлюсь еще на какие-то, ну, вот книгу сказал, выполнил. Теперь, значит, был, значит, академик Александр Александрович Богомолец. И вот научные труды проводились изысканием с 1937 по 1938 год в Абхазии. Состояние здоровья стариков, материалы эти были на конференциях специальных обнародованы, ну, не обнародованы, но для членов Академии наук и так далее. Это изучалось. Другой вопрос, что потом это под сукно все положили. И, по сути, люди уже уверовали в то, что 100 лет это предел мечтаний, да и то, ладно, последние 10 лет будешь кровати прикован. Вот эти больные ассоциации не нужны, они вредны. И это совершенно не соответствует действительности, как вы сами видите и прекрасно помните того 125 лет на коне дедушку. Так вот, значит, это возможно? Значит, наверное, прав Павлов, который говорил, что смерть до 150, я считаю, на связи с ним, прав Академик Углов, который тоже не без оснований полагал, что и 140, и 150 лет это не предел человеческой жизни. Они-то знали, они это видели, анализировали, но, к сожалению, не все, потому что ты Академик Углов, к сожалению, к сожалению, потреблял мясо, да и дело не только в этом. Какие экологические условия последних десятилетий жизни в крупном городе, в мегаполисе, в Петербурге? Какое питание? Он же не ел со специальных столов или каких-то там. Это все те факторы, которые убавили ему десятилетия жизни. Ну и, хотя он не употреблял алкоголь, не курил, это дало ему эти жизни. То, что он делал добро, жил для людей, так сказать, был высокодуховным человеком, нравственным, высшей степени, порядочным, это все дало ему дополнительные годы жизни, много чего. О генетике там никакой, кстати, про генетику мы поговорим. У него родители мало жили. Мало. Рано и мама, и отец умер. Рано. И, кстати, к этому выводу приходят многие исследователи, что генетика здесь играет одну из самых последних ролей. Но, именно, вот, условия жизни, ареал обитания, вот эти факторы, которые влияют в местной жизни, это да, это совершенно другое дело. Так, хорошо. Итак, мы говорим, да, в этой книге и в этих докладах, там, документов, вот кто что может найтись, кто хочет изучать, пожалуйста, изучайте. Нет, я буду это постепенно публиковать, так сказать, анализировать, вот, делать такие выкладки. Хорошо. Значит, я подробно об этом расскажу, и, может быть, даже выложу некую еще статью, чуть позже. Вот. Тем не менее, например, вот расскажу я вам такой факт о долгожителях Абхазии, которые родом не оттуда. И это, кстати, тоже, в том числе, доказывает, не единичный случай, доказывает то, что не рождение на месте влияние имеет самое большое, а именно образ жизни все-таки человека. И так, например, был такой крестьянин Николай Копковский. Так вот, когда ему было почти 140 лет, а жил он в селе Пам, Пата, значит, в Абхазии он вместе с родителями поляками по происхождению переехал, всю жизнь работал пастухом на местных богачей, женился, имел много детей, а вот в 1927 году французский писатель Анри Бербюс, такой, он приезжал в Абхазию, посетил и этого долгожителя. Тогда этот долгожитель был уже третий раз женат, значит, жене шел 82-й год, самой младшей дочери было 26 лет тогда, этот человек был бодр, очень хороший, обладал хорошей, прекрасной памятью, ясными глазами, звучным голосом, прекрасными живыми движениями, как описывал писатель. И в 140 лет долгожитель не просто трудился по хозяйству, он выполнял всю домашнюю работу, быть, ну вот как то, что вы видели сейчас и увидите вскоре, еще точно так же. Неутомим в ходьбе, так он описывает, был, ездил верхом в 140 лет, в 140 лет, любил купаться, как вы видели, в холодной воде, там в горных ручьях, родниках, а не забывайте, что горные потоки, это есть, когда вода взбивается, это есть эффект переноса свободных электронов, напоминаю, что эритроциты клетки нашей крови форменной, или одни из форменных элементов, которые переносят, что они переносят? Кислород в основном и не только на самом деле в клетку, но это главные функции, то есть транспортные кислороды, но они заряжаются за счет энергии свободных электронов на 80%, так уж природой суждено и это было доказано русскими учеными не так давно, кстати. Так вот, поэтому вот этот свободный перенос, где бурные реки, где быстрые течения, водопады, питает человека энергией дополнительно, это плюс нам, маленький, ну как, не совсем уж маленький, плюс к нашему здоровью, и когда на чаше весов плюсов к здоровью гораздо больше, чем минусов, человек живет дольше, он живет качественней, но у людей есть тоже ошибки, кто-то может есть мясо, и безусловно травить себя, кто-то может пить вино и будет себя травить, и он проживет меньше, чем мог бы прожить, если бы он этим себя не травил. Для тех новичков, ну и вернее, кто только впервые услышал вот эту мою данную запись и не понимает, о чем речь, и сразу у него удивление, как-то мясо, это вроде всегда ели, и все. Вот посмотрите, мои лекции вводные на тему адекватного человеческого питания. Не то, что вот хочется о чем думать, а просто послушать о жизни, как она есть, без всяких там философствований, сопоставлений, так сказать, из какого-то опыта, сразу ссылаясь на то, что дедушка про 95 прожил, но вы уже не проживете, да? А дедушка мог бы и 120 прожить, как где-то в Анна Поддубного, или вот почти 150 лет, как один из героев данного фильма. Ну хорошо, идем с вами дальше. Так вот, и в газету «Правда» вот этот вот французский, француз Анри Барбюс, собственно говоря, написал в газете «Правда» в свое время, и в других газетах эти публикации, это можно их найти. Ну, естественно, так сказать, и наука занималась этими людьми. Да, самое интересное, значит, он прожил 151 год, это тоже официально зарегистрированный такой некий своеобразный рекорд по Абхазии, официальный, я имею в виду, рекорд по Абхазии. Так, теперь, хорошо, значит, теперь, ну, например, есть другие, например, такой человек, как Тлабагна-Ки-Иба, да, потому что трудно порой произнести некоторые имена, ну, для русского человека трудно произносимые, 15 апреля 1953 года газета «Известия» сообщила, что вот отпраздновал, значит, из села Гали, он был, этот человек, свое 132-е летие рождения, и так далее, и так далее. Ну, выкладки, статистические данные я потом обязательно сделаю. Что я еще здесь хотел бы сказать? Я не буду сейчас приводить отдельные примеры 121-138-летних людей, их много достаточно, не говоря уже о там 115-е и так далее. Важно здесь, наверное, вот что сказать. Примеры долго живущих людей, например, Абхазии, как выясняли и те исследователи, на которые я приводил уже примеры выше, пришли к заключению такое, что зависит ли был поставлен вопрос долголетие от наследственности. Так вот, ответ такой, отсутствие долголетия по наследственности и большое число долголетних супругов, когда муж и жена дожили до глубокой старости вместе, еще и еще раз подтверждают правоту мнения, в том числе Мечникова, а он вот в этом прав, что прав, то прав, что долголетие зависит не от наследственности, а от образа жизни и ее условий абсолютная правда, к чему и я пришел, проанализировав, ну, гигантское количество информации за разные годы, десятилетия, столетия. Ну, хорошо, тогда давайте с вами посмотрим дальше этот фильм, посмотрим сейчас именно то, что, ну, собственно говоря, вот куда шел этот 109-летний старец, он шел к своему внуку, ну, я в прошлом выпуске это не показал, на шахте он работает, ну, можно, конечно, немножко посмотреть. Действительно, жизнь менялась тогда, вот, кто-то скажет, к лучшему, к худшему, в плане, что шахты не нужны, как Стерлигов скажет, но страну надо было восстанавливать, люди трудились, они считали это правильным, 109 лет, посмотрите, как выглядит человек, вот что важно, да? Честь их рода, вот о чем думать надо, когда люди, с позволения сказать, пишут то, что я вначале зачитал, что мужики живут, чтобы пить, кутить и так далее, а может быть, вот, чтобы не посрамить честь рода, защитить свою родину, вырастить хороших, честных детей, и порядочных. Я просто поражаюсь, да, коли вот можно вот настолько заниматься и саморазрушением, и разрушением и рода своего, и так далее. Ну, помните вы кадры про кузнеца 102-летнего, который в кузне, да? Помните про вот этого Аксакала, которому 125 лет на коне верхом, вы его видите? Ну, а теперь давайте посмотрим вот что. Мы на усадьбе Канат-Сабуле. Ему 120 лет, в конце Гурия инвалид. Инвалид. Он участвовал в русско-турецкой войне 1877 года, был дважды ранен в грудь. Вы представляете? Дважды ранен в грудь. 120 лет. Русская-турецкая война 1975 года. Он раньше, значит, какого он года рождения? 1828 года рождения. Уже был, не то, что юношей. Сколько потом прошло десятилетий? Трудно, что называется, сосчитать. И 25 лет до 1900 года. И еще 17 лет до революции. И еще потом, после революции, уже 30, там, с чем-то лет прошло до вот этой момент, так сказать, вот этой вот кинохроники. Жена Кана Масугда лишь 102 года. 102 года. Посмотрите, как она выглядит. 85 лет супруги Цагурия состоят в счастливом браке. 85 лет в счастливом браке. Вот не это ли, не для этого ли живет, как он говорит, мужик или мужчина, женщина, мужчина, не для этого ли живет, не это ли или есть счастье, хороший, прекрасный дом хозяйства, так сказать, честный, порядочный труд, уважение окружающих, воспитанные, я уже не знаю, сколько тут поколений трудно сосчитать, да, и так далее. Не для этого ли? Ну, хорошо, еще немножко посмотрим. Их внучка. Внучка. Ну, конечно, внучек у него много, а теперь самое интересное, вот о чем я вам тут говорил. Буквально одну секундочку. Так. Посмотрите, 15 метров. Сосед никому не доверяет уборку винограда сорта Итабелла, лозы которого вьются вокруг деревьев его усадьбы. Вы видели только вот эти хроники, и не было понятно в прошлом видео, с какой же высоты, на какую высоту он залез, без всяких там веревок, страховок. 107 метров. Тот инвалид, поэтому, ну, конечно, не завидует. Это так, так сказать, диктор сказал, ну, с пониманием того, что и все поймут, что, конечно, ну, чувство зависти этим людям, этим уже мудрым людям, ну, незнаком и гложет это чувство на самом деле. Поэтому и не живут люди сильно завистливые уж так. Белой завистью это одно, порадоваться за человека. Можно сказать, применить это слово, в таком смысле. Ну, уж точно не в том плохом, то есть черной завистью, что, мол, вот это разъедает, грызет, уменьшает жизнь. Вот интересно, что еще раз можно посмотреть. И вам младшая дочь Нателла. Не про правнучку, а дочь. Ну, что ж тут можно сказать? Можно много чего сказать. Хорошо. Давайте посмотрим чуть дальше. Посмотрим. Вот уже плантации. На мандариновых плантациях частый гость народный сказитель Бумба Чекватия Мингрелец 112 лет. 112 лет. Он предлагает стихи о процветании колхозного строя. Был тесен мой мир, но радостный труд поднимает ввысь человека, как орла над горами. Вы только посмотрите. Вообще, что касается, знаете, что-то главное понять. Вот еще раз. Качество кожи, малое количество морщин, движение точное. Никакого, как говорят сейчас, тремора или что-то подобного. Что эти люди живут, конечно, на чистом воздухе? Они пьют вот эту уникальную воду именно в тех местах, поэтому и сосредоточены центры. Это проверено начиная от севера до... Я, кстати, пожалуйста, я сделаю еще видео на тему, например, по Вьетнаму, я сделаю по совершенно другим разным странам и континентам. И везде мы будем видеть одну и ту же зависимость. Вы потом это, кто еще не понимает, поймете, ну и вообще всем это будет интересно, я так полагаю. Здесь же, вот посмотрите, это труд, это надобность, нужность человека. Но это тоже важные факторы. Наравне со всеми. Посмотрите, какие движения. И, кстати, посмотрите, сколько прекрасных фруктов, конечно, в то время экологически чистых, на прекрасных плодородных почвах. Посмотрите. И это... Люди любят это дело, любят свою землю, любят свой труд. И, конечно, это очень сильно придает им вот этих вот сил, энергии и, безусловно, питания. Ну, как вы полагаете, дорогие друзья, вот без всяких мудрствований, лукавых, живя в таких благодатных краях, а исследования проводились эти, в том числе в тех книгах, везде черному по белому, да это и так понятно, даже можно это и не читать по сути. Вот имея такое количество разнообразных прекрасных фруктов, вот едят они фрукты, да они в основном фрукты едят. Собственно, как и подтверждается, что и разумно и логично, да даже по всем религиям, если посмотреть изначально, кем был вообще человек по питанию, почитать Пифагора того же, плоды ели, как и положено, потому что плоды это концентрат энергии солнца, минералов земли, это самая высокая ценность и энергетическая и иная любая в плане и пищевой вообще ценности в плане энергии строительного материала, потому что это изначально органическое вещество, еще не тронутое на цепочке вот этих переработчиков этой первичной энергии, я имею ввиду консументов первого, второго и так далее порядка. Чем дальше человек стоит по или любое живое существо, тем на пути вот этой цепочки пищевой цепи экологической от изначального первичного так сказать вещества в природе, тем меньше он получает энергии строительного материала, тем меньше он живет, тем менее продолжительна и качественна его жизнь по-любому. И только лишь комбинации в ту и иную степень, то есть лучше, хуже, то есть я имею ввиду факторы более отрицательные, сильно они, продолжительно ли они действовали или менее продолжительны, будет зависеть, безусловно, продолжительность и качество жизни. И, конечно, вода как растворитель, то есть обладая определенными физико-химическими свойствами, такими как коэффициент персононатяжения, допустим, вода может растворять яды, токсины в разы и даже десятки раз быстрее, качественнее, чем если бы она не обладала такими свойствами, как не обладает, если человек живет в любом городе нашей планеты, если он живет уже измельчавших и уже убогих там реках, где уже вырублены леса и заменены на всякие осиновые, там какие-нибудь там березовые, вот это вот все как раз нарушение природы и привело к этой общей, так сказать, деградации. И вот той самой генетике разрушения, если мы говорим о некой непередаче чего-то негативного информационном плане через свою как-то сказать гены, которые дают начало новой жизни. Тут больше даже не генетика, а некая такая волновая, я бы сказал, характеристика уже, нежели, потому что это ведь все более теоретические понятия на самом деле. Здесь, конечно, не то имеется в виду под генетикой, вообще, когда мы говорим, что непосредственно передается, вот мы запускаем всего лишь жизнь, а ведь живой человек, вот это самая живатма, то есть я единая, неделимая частица Всевышнего, что называется. Это одно, это душа, которую еще взрастить надо, укрепить, которую надо развить, и вот для этого нам жизнь дана, поэтому чело, человек данное, чело данное навек, то есть временная оболочка, а ведь душа-то вечная, и она, конечно, индивидуальна, а вот уже биологическая составляющая безусловно зависит от родителей, но в большей степени не только в том, что они передадут, конечно, если алкогольно поврежденная клетка, и туда проникают яды, токсины, меняют генетику, а алкоголь это растворитель, он жировые вот эти мембраны, липидные оболочки растворяет, если женщина, например, в течение всей жизни хоть капля алкоголя пила, то вполне может именно та половая клетка, яйцеклетка, быть именно использованная для зачатия, из которой будет рожден ребенок, и вот тогда рождаются с мутациями, рождаются с генетическими изменениями, физическими изменениями, и с отклонениями в развитии, с органическими изменениями и так далее. Безусловно, мы это не имеем в виду, а говорим лишь о том, что передается образ и жизни, и воспитание, то есть вторичное питание, когда ты уже, в том числе, чем питаешься, как живешь, распорядок дня, режим, разномерен ли, то есть разнообразен ли, ну, скажем, твой быть досуг, развитие умственное, духовное, а также физическое или нет, в стабильных условиях человек живет или нет, вот это все зависит и даст дополнительные годы или отберет их от возможных, прожитых. Много сказок и легенд сложено в веках о несметных сокровищах этого края. Старые сказки становятся былью в наши дни. Смотрите, какая красота. Вот они, золотые дары советских субтропиков. И еще раз, дорогие друзья, помните, что на плодородных почвах, и не просто плодородных, а это надо назвать выше уровнем плодородных, потому что минеральный состав это то единственное, что мы с пищей либо получим, либо никак не получим. Внутри организма своего. А минералы, микроэлементы особенные, их очень много разных, они очень нужны для многообразных биохимических процессов и для гормональной системы нашего организма. И если чего-то не хватает, то в течение лет, особенно десятилетий, имея дефицит, обязательно начнутся болезни. С щитовидкой ли, с иными, с поджелудочью, неважно. Это помимо того, что я еще не сказал, очень важный фактор, это про паразитов. Я обязательно разовью эту тему дальше, а вкратце пока скажу лишь то, что вот в тех холодных горных источниках, а там нет каких-то озер заиленных, теплых, прогреваемых летом, где чуть ли не плавает скот и мочится, и гадит туда, и там развивается гигантское количество паразитов, и там же плавают дети, взрослые. И потом, имея определенных паразитов, мы теряем десятки лет жизни. И поэтому, конечно же, в тех местах, где вот эти чистые источники, холодные, где люди не могут подцепить очень многих паразитов, и продолжительность жизни выше, это тоже один из очень важных факторов. Посмотрите обязательно, у меня в блоге лекцию от 13 мая 2014 года о паразитах, 4,5 часовой, обязательно посмотрите. Уж, наверное, это важнее, чем пойти и посмотреть какой-то сериал по телевизору очередной, или даже заняться там своим бизнесом, в конечном счете, для чего мы живем. То есть, вот, ну это так, просто мой совет. Посмотрите, вы просто поймете, что к чему. Это тоже важный фактор. Вот я вам сказал еще, потому что именно в данных местностях, а это и горы азиатских регионов некоторых, и не только, и хунзи, и прочее, потому что не заражаются определенными видами, как в Сибири, например, поголовно-апистархозом или лемблиозом, как это в южных частях где-нибудь там от Крыма до, ну вот скажем, какого-нибудь черноземного вообще пояса России. Это, например, те же в реках плавая или в прудах в теплых прогреваемых шестосомы, которые могут посмотреть, и не буду сейчас говорить, что это такое. То есть на все есть причины, и это дополнительные факторы. Но когда такая пища великолепная, то, конечно же, и в основном она, то, конечно, люди и будут жить дольше, и это объективно. Так, что я хочу вам сказать в заключении. А давайте-ка вот, что я вам скажу, а вернее, сначала покажу, а вот потом уже, пожалуй, и покажу. Расскажу, вернее, да? Так, это я вам показывал, а покажу-ка я вам вот что. Это будет маленький анонс, а то мы, знаете, кто-то ведь действительно находятся люди, которые говорят, ну как же, вот насчет того же вина. Еще раз вам скажу. Ну хорошо. Да, при всех тех условиях, что великолепный чистый воздух, и не просто чистый, а с высоким содержанием свободных электронов, высокогорье среднего периода, где-то, ну такого, 100-200-2000 метров в основном долгожители такого уровня живут, где гораздо разветвленнее кровеносная система за счет уменьшенного содержания кислорода в воздухе. Это тоже важный фактор, более густая сеть кровеносная. Это активнейший их быт, то есть постоянная ходьба, работа по, так сказать, бесконечным огородам и так далее, поход за кувшином, за водой, как вот мы увидим в другом фильме, как ритуалы каждодневные, дальние, казалось бы, зачем, и так далее. То есть физическая работа, то, что питание какое у них, и тем более преимущественно фруктами. И еще раз говорю, на 70-100%, ну кто как, от 70 и выше, эти люди питались живой растительной пищей, без исключения, причем выращенной, своими руками, выращенной вот здесь и сразу съеденной, а там совершенно еще энергия эфира, вот та самая, значит есть, то есть это дополнительно заряд энергии, безусловно, безусловно, совершенно другое качество жизни, как мы это и видим. И на то есть вот эти самые причины. Да, кто-то употреблял алкоголь в Абхазии, ну конечно, и то, и то нам часто, знаете, что подсовывают за счет этого алкоголя? То есть вино, поймите, это молодой тот виноград, когда собирали и жали, вот это в основном пили те люди, но не то пробродившие, да некоторые пили, но кто пил, украдывал у себя просто годы жизни и десятилетия, и очень жаль, могли бы прожить еще на 20-30 лет больше. Так вот, ну а мы поговорим сейчас о маленьком моем анонсе будущего фильма, это уже речь идет про Азербайджан, про ингушей, в том числе, и кстати, я расскажу про одного интересного ингуша, про последнего жреца ведического, то есть языческого, по-другому можно так сказать, ну чтобы было более понятно для большинства, который прожил 157 лет, и кстати, очень бы порадовалась, ну и порадуется, конечно, кто-нибудь ей покажет, и может я пришлю, я имею ввиду, Марву Багаршаку-Наганян, про вот эти очистительные голодания, особенно она, как рассказывала раньше, старые времена, 40 дней на воде, вот как раз он проводил эти очищения, 40-дневные, о чем свидетельствуют те именно люди, кому сейчас за 90, кто-то его знал, а умер он не так давно достаточно, ну в 30-е годы, в начале 30-х, а родился он еще в 1770-80-х годах, ну я просто сейчас не помню точно, да он 157 лет прожил, вот, про его жизнь, быт, про нюансы, которые, к сожалению, не учитывают люди некоторые, многие, а вот теперь давайте посмотрим, тут происходит такое некие сакральное действие, ну праздник, родился новый ребенок, но кто главные здесь, родители, ну конечно родители главные, но не совсем, и вот давайте посмотрим, уж тут речь не про алкоголь, не про табак, не идет, но безусловно, есть другие, у некоторых людей из долгожителей отрицательные были, так сказать, в жизни факторы, которые уменьшали их жизнь, конечно, поэтому и не все жили там 120-150 лет, но анализируя сверх долгожителей, видно, что насколько они учитывали, вот как тот, например, ингуш, который, собственно говоря, загаживая определенными там веществами, ну неважно, свой организм проводил вот эти уникальные очистительные процедуры, но, конечно, это нельзя сравнивать с теми, которые мы у себя дома сейчас в наше время можем провести с этой-то водой, а вот с той, да, получалось, и у тех людей, в тех условиях, и тогда омоложение происходило, по сути своей, и люди еще могли жить долго, достаточно неправильно живя, по сути своей, это тоже надо учитывать, ну давайте посмотрим вот на эту красоту, ну за сто лет, им за сто лет вот родился ребенок в семье, тоже за сто лет, посмотрите, что сейчас будет, победитель в этих скачках получит право дать новорожденному имя, а кто скачет? Этим лихим джигитом давно перевалило за сто лет. Вот так, дорогие друзья, ну, мы с вами посмотрим очень много интересного в следующем фильме, я вам покажу о строительной бригаде долгожителей, средний возраст которых сто лет, много чего интересного вы еще увидите, то есть, насчет качества жизни, а не только продолжительности, мы поговорим еще не раз. В заключение же я хочу, знаете, что, наверное, сказать? Подвести такой некий итог, что всех тех долгожителей, супердолгожителей Кавказа, да и не только, на самом деле, абсолютно не только объединяло. Что же их объединяло? Ну, во-первых, это дисциплина их жизни, то есть, распорядок, режим дня, у них не было уныния ни у кого, они хотели жить и они не думали даже о том, что они могут умереть. Кстати, это очень важная мысль. Как правило, они не думали об этом, то есть, для них жизнь, вот они знают, что они живут и будут, и это не просто самовнушение настрой, это отсутствие противоположных вот этих установок на смерть. А я приводил когда-то в своих лекциях, смотрите их, пожалуйста, все, вы не пожалеете. В том числе, примеры про двух своих, ну, скажем, были у меня две в свое время разные домоработницы, у них примерно была одинаковая история, мамам по 97 лет и обе шейки бедра сломали. Ну, так вот, одна была оптимист по натуре, она даже не сомневалась, что она выздоровеет, и она выздоровела, она зажила, она ходила, все. А другая говорит, ну, значит, время пришло, все, уже умирать пора, она умерла. Это не значит, что это главный фактор, а ведь некоторые люди тоже, которые пытаются защитить свое неправильное питание, какие-то пагубные пристрастия, обязательно будут говорить, вот, все дело-то в самовнушении, а только от мыслей наших все зависит. Да не все зависит. Не все, это просто всего лишь один из факторов. И чем больше факторов таких мы учтем и применим в своей жизни, тем больше у нас будет возможность прожить дольше, качественней, и вот это надо помнить. Что еще объединяет? Это строгий режим и питание, и в одно время эти люди рано вставали. Кто рано встает, тому Бог подает, это точно правильная пословица. До холодов спали все на открытом воздухе, на свежем воздухе прямо до самых холодов и до морозов. Значит, они не едят, как правило, сладкое, но только много едят фруктов. Фрукты сладкие, но помните, это разные вещи, это не значит, что это сахар, а синтетический сахар нельзя сравнить с натуральной фруктозой. Это совершенно не логичные сравнения, недопустимые, по крайней мере, для так называемых специалистов. А на это опустился даже вот тот самый из Белоруссии, про который я уже сюжет снял, и тут увидел, что он создал новый, где он как один придурок, которого зовут Монастырский, по кому я тоже сделал года три назад свое, так сказать, выступление. Так вот он, а по-другому, извините, уже назвать его не могу, ну ладно, простой человек глупость отморозил, но когда врач, и вот он сравнивает, берет, сыпет сахар, и все, что в фруктах и в попсиколе, считает одним и тем же по воздействию на организм человека, то есть сахаром. Это значит, не знают биохимию вообще, это значит, они не учи и бездари, но тем не менее, лезут в проповедцы. Только вот к чему они ведут, и куда за собой люди, ну понятно куда. Так вот, что еще важно, это настрой оптимистичный, это вот этот вот жизнерадостность, жизнелюбие, и это нужность, надобность, что ты нужен семье, ты как бы вот старший в роду, к тебе уважение, это и подпитка игр, играми вот этими родовыми, конечно, ведь они дают своей энергии, как бы это нельзя так вот материализованно сказать, ну объяснить вроде с точки зрения биологии, но это факт, потому что так происходит в тех семьях особенно, ведь недаром даже тот ингуш, который умер 157, ведь его описывали, он умирал очень, его последняя, ну так сказать, невестка, ну один из снародных, новей был, видимо, возраста не такого пожилого, вот он женился, его вот невестка, он жил у них очень плохо за ним, но как сказать, обращалась и ухаживала, и не нужен был, и вот он уже, это описывали люди, это вообще, если анализировать, тоже очень важный фактор, то есть надобности, нужности, значимости человека, это поэтому ученые, например, те люди, даже если они не нужны своей семье, бывает такое, к сожалению, то они нужны обществу, они нужны кому-то, и это продлевало их жизнь, безусловно, продлевало. Умственный труд тоже продлевает отдельно, если взять этот фактор, но мы сейчас говорим, конечно, не о вот ученых, и поэтому учитываем иные факторы, хотя это тоже надо здесь сказать. Итак, подведя уже итог, я скажу, что активное долголетие, бодрость, это синонимы порядочной, совестливой жизни человека, труда активного, качественного воды, питания, в первую очередь фруктов, зелени, других полезных продуктов от земли, это труд на любимой земле, это нужность человека, это самоуважение, уважение близких. Я вам многое рассказывал и многое еще расскажу. Я хочу только показать вам, значит, особенно новым посетителям моего блога, канала, вот это мой главный сайт, блог, youfrallov.ru, вот он. Вот посмотрите внимательно. Значит, есть мои выступления в левой колонке, наводим мышкой, возникает очень много подразделов, вводные лекции, нажимайте, и смотрите четвертую снизу, советую, по паразитам то, что я советовал. Вот кто еще думает, понимает, и найдутся такие, кто скажет, так вот они молочные продукты, кто-то что-то. Давайте будем разумными людьми. Во-первых, сквашенные молочные продукты, там казино молочного белка уже почти нет, это не творог и сыр. И к тому же, конечно, вот потреблял молочные продукты тот долгожитель, который в 123 умер, потреблял, поэтому он изгорбленный, поэтому у него есть признаки артроза, артритов. А это неизбежное следствие потребления молока, в том смысле, творога, сыра, что там есть такое вещество, как галактоза, который приводит к откладыванию вот это, так сказать, на суставах. Дело в том, что всему есть причины и следствия. И если мы законы природы не понимаем, не знаем, то нарушения любые приведут к нас к проблемам, хотим мы того или нет. Хотим мы думать о том или нет, знать мы хотим это или не хотим знать, но лучше знать. И поэтому, еще раз говорю, вот в моих лекциях вы найдете не просто ответы на свои вопросы, а ту аналитику, которая вас заставит подвигнуть на мышление, на аналитику свою, но и вы просто поймете, как все устроено, ведь в природе очень просто устроено на самом деле. Ну вот тут есть и алкогольные проблемы, и онкологии, и вот про воду, и вот дальше пошли по отдельным системам организма. Пищеварительные, кровеносные, дыхательные, вот печень поджелудочная, да, и по земледелию, и другие у меня есть интересные здесь лекции. Ну кто-то привык на канале в ютубе смотреть. Смотрите на канале в ютубе. Что еще здесь надо сказать? Ну вот есть такой раздел приборы жизни. Посмотрите его целиком, я советую, это лучше, ну или если совсем сэкономить время хотите, приборы по воде. Потому что вы как раз увидите тут и лекции, где касался тем о воды, или конкретно по приборам, которые помогут вам на бытовом уровне у себя. К сожалению, мы не имеем тех источников сейчас. Но мы можем в современном мире, который мы уже изменили, люди, к сожалению, но тем не менее, это факт, хотя бы сделать качественную, а я имею в виду не с точки зрения чистой, в плане вредных веществ, чтобы не было в ней, а чтобы свойства воды были близки к свойствам воды внутри клетки. И тогда мы сэкономим огромное количество энергии, ресурсов организма. Это объективно. То есть, мы по сути можем пить воду ту, которую пили когда-то они, эти супердолгожители, делая ее у себя. Ведь свойства воды могут меняться, и мы можем их изменить, если мы не узнать, понимать, что мы делаем, зачем, как, и что действительно это возможно. А это возможно. Вот, например, водородная капсула онкологии головного мозга. Посмотрите вот это. Ну, это о генерации водорода. Очень интересный японский фильм. Вот этот, когда палец человек засовывает в приборы, в прямом эфире видно, как застойная кровь в микрокапиллярах. И вот он начинает дышать водородом, и что у него происходит через 15 секунд, 20 буквально, в прямом эфире. Посмотрите. Ну, и другие мои лекции. А вот это, вода, свойства жизни, как основу, посмотрите, 4,5 часа идет. Но это мощная аналитика по вообще воде и свойствам воды, физико-химическим свойствам. Посмотрите, я вам очень это рекомендую. Что ж, дорогие друзья, я, наверное, еще вот единственное, что скажу. Я сейчас вот на канал YouTube свой перейду. Вот если мы нажмем с вами на мою иконку, вот здесь такая есть, да, или внизу вот здесь, где форум начинается, мы перейдем с вами на мой... У вас по-другому это может выглядеть, но тем не менее вы меня поймете. Главное, вот на мой канал. И вот если вы нажмете здесь плейлисты, плейлисты, то вы увидите, вот, давайте я так подниму, и вы посмотрите, разные названия. Я понимаю, что не всем вам нравятся или интересны все мои темы, которые я веду. Ну, кому-то интересно по долголетию, пожалуйста, смотрите. Кому-то беседы с интересными людьми, врачами, там, докторами, сыроедами, разными иными интересными людьми, садоводами, смотрите это. Хотя есть отдельно у меня вот как раз органическое земледелие, садоводство, огород называется. Какие-то, вот есть по здоровью, это основные мои лекции, все, которые я выкладываю по здоровью, но не все они здесь есть. Я не все свои видео в эти разделы еще систематизировал. Вот по продуктам, вот по приборам есть отдельные и другие. Вы можете нажать вот видео, просто нажать видео, и у вас будут открываться все мои видео подряд в хронологическом последовательности. Вот еще нажимаю внизу, и открываются еще их сотни. Я вам очень рекомендую смотреть, ведь действительно вы найдете для себя очень много ответов на вопросы. и для людей, которые ищут, которые пытаются найти вопросы о вообще смысле жизни, не только здоровье, бытие, о многом ином интересном, я надеюсь, вы найдете. Ну, а помогут мне в этом интересные различные те люди, с кем я снимаю. Я обязательно буду снимать еще много интересных бесед, репортажей. Будут и новые разделы появляться у меня в блоге, я надеюсь, которые вам будут интересны. Например, путешествия по русскому северу, ну и не буду сейчас рассказывать наперед. Я советую, подписывайтесь на мой канал, это сделать очень легко. То есть, по сути, вот просто вы подписываетесь, вот здесь нажимаете подписаться, я это сейчас сделать не могу, потому что я на своем канале. Но вы понимаете, это сделать очень легко. И чем больше будет подписчиков, тем я смогу быстрее сделать, ну, скажем, что-то наподобие даже телевидения. две студии, в которых мы будем снимать очень интересные передачи. Ну, а вы ставьте свои, как-то говорят, там, лайки, ну, в общем, пальчики вверх, я это называю. Если вы ставите, хотите почему-то вниз поставить, то уж наберитесь смелости те, кто это хочет сделать, потому что я правда не понимаю, зачем и почему. А есть такие, кто прям ненависть испытывает огромную, особенно два человека, буквально в первый, там вот час, когда видео любое новое выкладываю, обязательно, неважно про что, они обязательно ставят вниз. Это я хочу, ну, напишите, вот с чего ваша ненависть такая. Ну, хоть обоснуйте, нет, это просто вот подлость душевная такая у людей. Но, тем не менее, если вы найдете все силы и смелости, ну, напишите почему. Что же вам так поперек-то встало? Вот, ну, а для всех остальных нормальных людей делитесь своими мнениями, делитесь, вернее, воздавайте вопросы, что бы вы хотели увидеть, поддерживаете ли вы меня в вот начинании вот такой серии, например, аналитики. Ну, и я надеюсь, что я вам помогу данными фильмами, даже вот с, в разговорах с вашими за такими коренелыми, черствыми, может быть, родственниками какими-то, которых хоть колко на голове тиши бессмысленно, да, и вы найдете здесь этим самым им какие-то аргументы, а порой покажете просто. Отсылайте мои ссылки, давайте на видео другим людям, знакомым, близким, друзьям, тем самым и канал будет больше людей смотреть, и мы сделаем лучше, внесем в этот мир, так сказать, свою лепту в дело, ну, так сказать, народосбережения, да, потому что это вот как раз это дело мы и делаем. Что ж, дорогие друзья, я думаю, все, что я хотел, я сказал, до новых встреч, скоро будет, не забывайте, фильм про долгожителей, очень интересные сюжеты, там будут и про очень высоких, так скажем, сверхдолгожителей, сильно за 150, которым было, вы узнаете, и об этом скоро, ну, а также иные, мою аналитику и, так сказать, такую обоснованную критику некоторых мракобесов от науки вы увидите, доберемся мы до Цицулина, уж, пожалуйста, сюда больше не пишите, знаю, что надо, до руки не доходят, просто, ну, поймите, на это надо очень много времени, а я ловлю буквально минуты. Вот, надо понять, просто понимать, в каком режиме я живу и сколько мне приходится всего делать, успевать. Это очень трудно. Ну, и тем не менее, поддержите меня, ну, а я, надеюсь, буду радовать вас дальше. Все вам самого лучшего, до новых встреч.